Летний день, 11 августа 1942 года, вошел в историю республики как один из самых трагичных. В этот день началась оккупация Карачаева-Черкесии немецкими войсками. В это время в Тиберде находились на лечении тяжело больные дети. 54 ребенка нацисты умертвили в душегубке и расстреляли лиц еврейской национальности. На территории обелиска, посвященного этому событию, сотрудники Следственного комитета провели траурный митинг. Подробности расскажет Мурад Жанкезов. Так сложилось, что вспоминая ужасы Великой Отечественной войны, мы говорим об убитых солдатах, военнопленных, истреблениях и унижениях мирных граждан. А ведь можно выделить еще одну категорию безвинно пострадавших. Это дети. Мы сегодня собрались на памятники, который был поставлен в память о детях, погибших от рук фашистских нацистов. В августе 42-го в Тиберду ворвались передовые отряды немецких войск и горные стрелки элитной дивизии Эдельвейс. Фашисты сначала уничтожили взрослых евреев, заставив тех выкопать большую яму, согнали в нее всех, расстреляли и слегка присыпали землей. После поступил приказ грузить больных детей в герметично закупоренную машину. 54 полураздетых ребенка, страдающих костным туберкулезом, свожили в кузов машины один на другого. Машину отогнали в лес, где она простояла около часа. Тела удушенных газом больных детей впоследствии были сброшены в Тибердинском ущелье. С тех пор минуло 80 лет. Мы, жители республики, сотрудники следственного управления, чтим память об этих невидно убиенных детях, в памяти которых нынешний памятник, на котором мы сегодня находимся, установлен. Все будем очень надеяться, что в дальнейшем на наших землях, да и во всем мире, такие события никогда не повторятся. Следственный комитет по Карачаево-Черкесии взял под свой патронат обелиск. В преддверии трагической даты сотрудники следственного комитета по Карачаевску при поддержке администрации города отреставрировали памятник, покосили траву и убрали мусор на всей территории. В траурном митинге принял участие руководитель следственного управления, генерал-майор юстиции Николай Щепкин, а также председатель союза ветеранов следствия республики Умар Лагучев. Мы должны помнить об этих невинно убитых детях, о тех людях, которые сражались против фашистских захватчиков, которые освободили нашу Карачаево-Черкесию. Офицеры Следственного комитета России, ветераны следствия, сотрудники Росгвардии и администрации возложили цветы к обелиску и почтили память минутой молчания. На дорогах республики продолжаются аварии. 10 августа в 15.50 на 87-м километре федеральной автодороги Черкесик-Донбай водитель автомобиля Тойота Краун, 44-летний житель аула Верхняя Тиберда, допустил наезд на теленка, которого отбросила на капот, а затем на переднее ветровое стекло встречной автомашины Мерседес-Бен, за рулем которой находилась 19-летняя жительница Черкеска. Разбив стекло, животное придавило пассажиров, в результате чего 38-летний житель аула Кумыш скончался на месте. В этот же день на дорогах Карачаева-Черкесии произошло еще два ДТП. В Ужигутинском районе водитель Форд Фокус допустил попутное столкновение с «Газелью», в результате чего водитель «Газели» получил травмы и госпитализирован. В Прикубанском районе водитель Лада Ларгус допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении КамАЗом. В результате ДТП в лечебное учреждение госпитализирована пассажирка Лады, 25-летняя жительница Норильска. Сотрудниками ОВД проводится проверка. Полицейские еще раз обращаются ко всем владельцам домашнего скота с просьбой принять меры по контролю за ними и напоминают, что при несоблюдении вышеуказанных мер подвергаются опасности не только животные, но и жизнь, здоровье и имущество граждан, передвигающихся на дорогах. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии В Карачах местами 19, плюс 24. В Черкесии без существенных осадков ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Днем 31-33 градусов тепла. Ортопедический салон предлагает средства реабилитации, изделия для позвоночника и суставов, компьютерная диагностика стоп, изготовление индивидуальных стелек, детская и взрослая ортопедическая обувь. Черкесск, улица Кавказская, 37, торговый центр «Панорама». Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете. Работаю с настоящими учеными. Заканчиваю школу нового типа в ВСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. Хочу стать студентом. Прием в школу нового типа в самом разгаре. Лечебные учреждения Карачаева-Черкесии за последние 5 лет получили 90 новых машин скорой помощи, что позволило обновить автопарк медучреждений региона почти на 50%. Активное пополнение автопарка проводится с 2017 года и сегодня оно насчитывает 159 автомобилей. Только в минувшем году районам было передано 17 седений спецтранспорта. Современные кареты скорой помощи оснащены высокотехнологичным медицинским оборудованием, позволяющим проводить в том числе и вакцинацию населения. Наряду с медучреждениями спецтранспортом пополняется и автопарк общеобразовательных учреждений. За последние 5 лет приобретен 131 школьный автобус. Людей, разменявших 9-й десяток, приятно пока называть долгожителями. Но особое отношение к жителям золотого возраста в нашей стране является чуть ли не элементом национальной идеи. Поздравление за подписью главы государства Владимира Путина на свой счет приняла 90-летняя жительница аула Козыл-Октябрь Самуш Мукаевна Качкарова. О юбиляршей ее непростой судьбе в материале Ахмата Халкечева. Поздравить долгожительницу с большим юбилеем и передать поздравительный адрес президента приехали заместитель главы администрации Зеленчукского района Ирина Соломахина, представитель управления социальной защиты, пенсионного фонда и глава сельского поселения Эмир Эркенов. Самуш у нас, как бы сказать, одна из таких уважаемых матерей в ауле. И я хотел бы, во-первых, пожелать ей здоровья, крепкого, долгих лет жизни. Вот такие мероприятия, на мой взгляд, служат тому, чтобы подавать пример подрастающему поколению, уважение к старшим, уважение к матери. Они молодость своего дали во имя светлого будущего поколений нынешних и грядущих, спасли мир от фашистской чумы. Ну а добыв победу неимоверной ценой, из руин поднимали и заново отстраивали страну. И только живая память благодарных потомков может сберечь нас от повторения трагедий и ужасов, выпавших на долю наших старших, отметила Ирина Анатольевна. Они трудились для того, чтобы всё у нас было хорошо. Поэтому дай Бог им здоровья всем, всем дай Бог здоровья, чтобы они всегда были светильниками для нас, для всех. И давали нам пример, чтобы мы не забывали никогда о тех трудностях ихнего времени. На годы молодости Саму Шмукаевну пришлись великие потрясения начала 20-го столетия. Когда началась Великая Отечественная война, ей не исполнилось ещё и 9 лет. Ну а в марте 44-го года семью Саму Шмуш, как и весь балкарский народ, сослали в суровые степи Средней Азии, куда ранее также были высланы карачаевцы. Со своим супругом Ахматом Хаджимуратовичем Качкаровым Саму Шмукаевна познакомилась в период ссылки. Я очень люблю свою бабушку. Пусть она всегда будет здорова, пусть она все время улыбается, пусть она продолжает радовать всех своим присутствием. Саму Шмукаевна со своим супругом воспитали трёх сыновей и шестерых дочерей. Сейчас у долгожительницы 20 внуков и 25 правнуков. Так как у самих супругов не было возможности получить нормальное образование, они задались целью выучить всех своих детей. Мои родители дали всем нам образование. По сей день мы все работаем в разных отраслях, живём по всей России в разных городах. И где работаем тоже вроде бы не на плохом счету. Героическое поколение Саму Шмукаевна уникально ещё и тем, что помимо всеобщего подвига в период лихолечия, судьба им также подарила возможность стать свидетелями успехов и побед своих детей, внуков и правнуков. Ахмат Халкищев, Расул Бердеев, Вести Крачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Свой 70-летний юбилей отметил известный художник, дизайнер, конструктор, академик Академии наук, культуры, образования и бизнеса Кавказа Казбек Французов. Казбек Хусеевич – один из немногих наших земляков, окончивший легендарное Ленинградское высшее художественное училище имени Мухиной. И, безусловно, Альма Матер наложила свой отпечаток на всё его дальнейшее творчество. О жизненном и творческом пути мастера в материале Беллы Джозаевой. Сама озвученная фамилия этого мастера – французов, как будто бы была специально призвана для того, чтобы служить творчеству. Но с самого первого дня, когда у юного Казбека созрело решение быть художником, он встретил сопротивление. Его отец был сапожных дел мастером. И для начала хотел, чтобы сын стал подмастерьем, да и просто бы выбрал мужскую профессию, а не рисовал бы картины. Но чуть дальше на жизненном пути художника встретился человек, который утвердил его в правильности выбранной профессии. Это был его школьный учитель. Хоть и не хвалил он Казбека, как говорится, в глаза, но потенциал его увидел. При мне он никогда не говорил, что хорошо делаешь. Он всегда говорил, ну ладно, ещё поделай, может, что-то научишься ещё. Примерно так. А оказывается, это было его такое воспитание. Казбек Усеевич – своего рода уникальный художник. Он любит экспериментировать. У него нет какого-то традиционного жанра или направления. Сам мастер выражается словом «всеядный». В его коллекции портрет и пейзаж, и натюрморт, и исторические работы. А также мастер разнообразен в своём техническом исполнении. И даже по большей части Казбека Французова можно назвать дизайнером. Его авторские проекты не раз становились лауреатами и победителем международных конкурсов. В частности, проект мемориального комплекса, посвящённый депортации карачаевского народа, на международном конкурсе в Женеве удостоился главного приза. Вообще, тема переселения родного народа занимает одно из центральных мест в творчестве Казбека Французова. Наше переселение угробило много талантливых людей. Из тех 22 тысяч детей, сколько бы ещё родилось из этих талантливых. И те, которые мы сохранились, вот эта плеяда, которую сейчас весь художественный союз здесь держит, это в основном те, которые там родились. А теперешняя молодёжь какая-то такая стала более свободная. И видят, как мы утужимся, и не могут понять, как можно так жить. Казбек Хусеевич, без сомнения, является одним из выдающихся представителей в творческой плеяде карачаевских художников, внесших большой вклад в развитие художественной культуры нашей республики. Практически на всех полотнах и декоративно-прикладных работах этого мастера читается, как прошлое и настоящее Кавказа с его величием, так же его современный мир, навеенный самой жизнью. Я бы мог остаться и в Питере. У меня были возможности по моим творческим способностям. У меня и работа там была. А вместо того, чтобы многие там оставались, ну, вообще, люди любят комфортное место, правильно? У меня возникла такая идея внутри, у нас же такое выражение есть, надо быть на своей земле чем? Подмёткой, чем в чужой стране султаном. Одной из заветных желаний этого художника является коллекционирование. Был бы очень обеспеченным человеком, собирал бы произведения искусства для последующих поколений. И главное, организовал бы музей, говорит Казбе Хусеевич. Ведь именно культурное наследие делает нас народом. Была Джозаева Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите фильм «Пальма». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова